1 сентября праздник для всех детей, родителей и педагогов. Особенно трогателен он для тех, кто впервые переступает порог школы. Для первоклашек поселка Совхоз имени Ленина этот день запомнится не только торжественной линейкой и первым уроком, но и посвящением в ученики школы и приемом главы. Продолжением линейки, открывающей учебный год, стал праздник посвящения ребят, впервые переступивших порог школы, в первоклассники. Вчерашние дошколята торжественно шествовали через живой коридор, принимая в свой адрес аплодисменты, поздравления и пожелания. И много-много счастья, веселья, добра. И пусть они слушаются много-много учителей. И самое главное, чтобы они были хорошими детками. Как правило, церемония посвящения в первоклассники проходит спустя месяц-два после начала учебного года. Но в совхозе имени Ленина есть многолетняя традиция устраивать ее именно 1 сентября, в день, когда малыши становятся взрослее, когда их принимают в большую дружную семью – школу. Школа – это училище, где дети учатся. Школа – это очень много интересов. Это как второй дом. В ней ты научишься многому новому. В школе самые любимые уроки. Хорошего учителя и доброго. У нас День знаний является Днем знаний, праздник для всего поселка. Видите, очень много родителей, очень много детей. Мы всегда устраиваем живой коридор для того, чтобы дети почувствовали, что учебный год и начало учебного года, а самое главное для первоклассников – это начало нового этапа в жизни. И чтобы он запомнился именно всю жизнь. Торжественное мероприятие проходило в Центре культуры поселка. Для главных виновников дня – первочков. Артисты подготовили спектакль. Вместе с любимым детворой-персонажем Буратино ребята вызволяли из цепких лап лисы Алисы и кота Базилио Мальвину, отвечая на хитрые загадки и каверзные вопросы. И принимали поздравления от завтрашних школьников – воспитанников детского сада. А нарядные парады, такие ненаглядные, причесанные, бантиком девочки идут. После чего настало время официальной части. Глава поселения поздравила всех родителей с началом нового учебного года. Конечно, особенно первоклассников, потому что у них наступает новый этап, который продлится 11 лет. И если они будут 11 лет вместе со своими детьми, значит, у детей все получится. И никакой ЕГЭ им будет не страшно. Я от всей души поздравляю 11-классников, которые пошли в школу. И, конечно, замечательных учителей. А затем приступили к церемонии. Прежде в классные руководители посвятили учителей среднего звена и педагогов начальной школы. В этом году в поселке создано 4 первых класса. А значит, для 4-х педагогов слова «первый раз в первый класс» имеют особенный смысл. Наталья Михайлова, педагог с 22-летним стажем, выпустившая несколько классов, все равно каждый раз испытывает трепет и тревогу. Хочется, чтобы родители были рады, чтобы дети были счастливы, чтобы научились. Страх того, что надо всему научить. Они же ничего еще, по сути, не знают. Все нужно преподнести им так, чтобы они все... Пустить их в жизнь, да, темпуть в жизнь. Самый важный момент – передача эстафеты от 11-ти классников новым ученикам и вручение первоклассникам лент и подарков от ЗАО «Совхоз» имени Ленина. Кстати, это градообразующее предприятие – давний и надежный друг и спонсор нескольких образовательных учреждений района. Нацию может объединить, всегда, кстати, объединяло, это забота о детях. Это совхоз, он, зная его социальную направленность, можно предположить, что мы, конечно, этому много внимания уделяем. И у нас есть три школы подшефтные. Это первая школа, в этом году мы им подарили стадион, достаточно такой дорогой, но очень красивый. Здесь в школе мы детскую площадку сделали, и в развилковской школе мы подарили там 20 ноутбуков, чтобы дети могли интернет в школе осваивать. С завершением церемонии стал прием главы в кафе «Ягода». Ощущение праздника было подкреплено вкусным угощением – пирожными и мороженым.